запись а теперь я включаю демонстрацию экрана ну я первую историю расскажу хорошо ребят как договаривались ну саша ты подожди хотя бы там три секунды я сейчас дай мне хоть слово очень вступительное сказать какой-нибудь а ну давай скажи конечно не часто такое бывает сюда сразу бои рвутся участник я приветствую всех замечательное субботнее утро мы начинаем наш субботний марафон истории клиентский день на котором мы с вами делимся историями применения сервисов компании что такое компания да и лс ну о себе сначала о себе коротко да меня зовут рабиноич виктор я партнер более пяти лет уже компании лояльный клиент пользуюсь абсолютно абсолютно всеми ресурсами которыми дает компания в том числе сервисами юридическим и медицинским и финансовым то есть абсолютно являясь реальным клиентом причем с помощью этих сервисов помогает он не только себе решать какие-то вопросы в моменте но и соответственно своему окружению особенно близким там родителям сестре то есть очень много есть решенных вопросов не только в отношении себя лично но и в отношении своей семьи компания изначально до группа компании июз которую входит сервисная часть она на рынке уже порядка 15 лет достаточно большое количество лояльных клиентов достаточно большое количество партнеров компании компании оказывает ну здесь уже видите каждый раз когда показываешь презентацию понимая что цифры на слайде даже если это было где-то там неделю назад или две или месяц а цифры на слайде основные до количество например указаны там на проведенных а консультации она все равно как бы до устаревает вот здесь мы видим что уже на сегодняшний день оказано около шести с половиной консультации это в общем да то есть сюда входят и медицинские юридические финансовые то есть разного рода консультации то есть достаточно огромное количество людей которые понимают что достаточно большое количество тех услуг которыми мы пользовались на земле сейчас ушли в онлайн в том числе и наша любимая медицина я думаю все любили походить с бумажками со справками потолкаться в очередях посидеть там послушали кого чего болит кого чего не болит побегать там печати поставить сейчас это все делается гораздо проще гораздо легче то все можно делать не выходя из дома просто нажав кнопку телефон и получить замечательную консультацию есть моменты даже когда наши специалисты я прям горжусь нашими врачами действительно спасают жизни людей когда люди попадают в критические ситуации когда рядом стало там человеку даст плохо ты не знаешь каким что делать то есть там не понимаешь что с инсульт инфарктами еще что-то и ты можешь в моменте просто ты можешь в моменте просто нажав кнопку телефона до получить консультацию как вести что сделать человека чтобы ну действительно спасти жизнь знаете такие моменты когда ты понимаешь что ты помог ты спас ну там чувствуешь себя чуть ли не богом на наравне с врачами с нашими которыми тебе оказывали консультацию вот и лсп замечательная наша платформа в которую входит сервисная часть я чуть дальше расскажу покажу где это все можно найти где все наши сервисы собраны упакованы все красиво а с картинками все расписано наполнение что можно получить какие консультации устные письма и так далее там все в одном месте заходишь листаешь выбираешь покупаешь пользуешься вот кстати по поводу пользуешься я сейчас читаю такую книжку я очень давно хотел ее прочитать возможно кто-то слышал кто-то видел да дмитрий хара называется пыша первый шаг или последний шаг много так только как расшифровывать и вот как в тексте там было написано такое предложение но там процессор диалог и там просто один из собеседников произнес такую фразу дорогой друг но он обращается к своему собеседнику или дорогой друг знаешь обменяться опытом невозможно я могу научить тебя получить свой опыт и вот это я хочу к чему я это к тому что сколько бы мы не рассказывали да о том как я пользуюсь а сервисами как саша пользуется как лена пользуется как кто-то еще пользуется да это наш опыт то есть мы знаем что это действительно работает вот пока вы сами не начнете пользоваться пока вы сами не поймете насколько это эффективно работает то есть это должен быть ваш опыт и именно для этого мы проводим наши вот эти субботние утренние вебинары для того чтобы мы поделились своим опытом чтобы вы смогли получить и начать получать вернее свой опыт платформу я уже коротко рассказал моя цель сегодняшняя для того чтобы вы ответили себе на один из двух вопросов то есть да интересно но я привык по старинке у меня друг одноклассник нотариус у меня теща главврач я короче есть что к ним и второй вопрос да блин круто я хочу этим начать пользоваться расскажите где куда чего кому прийти и как где получить эти все плюшки чтобы я мог начать пользу вот в конце боевого спича да вы должны не должны наверное а вам необходимо будет сделать вот этот свой выбор либо вы идете с нами и начинаете пользоваться ну либо вы не сказать чтобы в хвосте уходящего поезда но где-то вы остались на перроне мы поехали дальше а вы вот стоите на том же самом перроне и я хочу начать сегодня вот общая картина да то что что объединяет все наши сервисы если собрать все наши сервисы воедино это можно назвать одним словом благополучие но потому что человек он у него четыре основные сферы в которых он находится постоянно 24 4 часа в сутки 365 дней в году и если какая-то сфера нарушена на человек начинает испытывать какой-то дискомфорт то есть это вот четыре основные сферы это сфера финансов это сфера безопасности то есть наш любимый юридический сервис которого в принципе начиналось развитие компании в 2007 году то есть первый который который сервис который пришел дистанционно это был юридический сервис и дальше компания начала стремительно развиваться вы знаете у меня даже иногда так возникает такое ощущение что наш президент сергей сергеевич бекренек он у него даже ник такой в контакте да хэштег вернее человек из будущего ну вот кто не знает да сергей сергеевич ну подумать ну придумал просто на там себе такое вот да хэштег и нормально но вот я знаком с сергей сергеевичем я общался с ним несколько раз я слушал его выступления я просто вижу как он ведет и как он транслирует свое видение в компании у меня действительно создается иногда впечатление что человек из будущего потому что те нововведения которые он внедряет в компанию они на шаг на два иногда даже на три впереди планеты всей то есть мы уже внедрили мы уже это пользуемся этим а кто-то начиная только рекламную скажем так пиар по программу так вот мы внедрили там телемедицину а мы уже наша компания уже внедрила не только телемедицину наша компания же разработала носимое устройство партнеры уже полностью вообще активно пользуются сидят за своим здоровьем за здоровьем своих родных и близких юридический сервис развивается финансовый консультант у нас появился то есть такое ощущение что знаете человек ну предвидит шаги других тех которые сзади это вот идет такой идет идет раз оглянулся посмотрел на лица тех которые у него задние мысли считал ага и туды короче раз и внедрил или наоборот а вперед куда-нибудь посмотрел увидел там у инопланетяне носимое устройство почему бы своим землянам такое же не сделать раз и внедрил а я хочу сказать опять же вот у меня прям вот гордость за компанию то что все разработки начиная от программного обеспечения заканчивая носимым устройством тонометром термометром то есть все вот эти наши устройства это эксклюзивная разработка компании а когда у нас появились первые браслеты когда была такая большая презентация помню это было на одном из миллениумов нам даже разобрали носимый вот этот гаджет на не нравится слово гаджета разобрали наш браслет и показали там на микросхеме внутри стоит наш логотип кто-то может видел на есть такой логотип с сердечком телемедицины так у нашего юсовская скажем тогда и вот показали что вот внутри даже на деталях есть наш логотип то есть это еще раз доказывает что это наши эксклюзивные разработки то есть вот такие четыре сферы мы сейчас разберем что-то я расскажу что-то вы в процессе изучения ознакомиться с компанией а вы посмотрите почитаете сами ну потому что рассказывать много у нас просто времени нет поэтому где-то что-то придется вам тоже потрудиться почитать самим но я не рекомендую искать в интернете просто зайдите на наш сайт на сайте у нас все расписано можно все на сайте почитать посмотреть там более скажем так сжатая компактная информация только без воды все что нужно самое главное вся суть собрана вот я уже начал рассказывать про вашу замечательную систему здоровья это наша эксклюзивная разработка компании она включает себя мониторинг здоровья то есть носимое устройство которое находится на руке у человека она аккумулирует порядка 45 показателей одновременно и хочу сказать что но все знают что сейчас носимыми устройствами никого не удивишь у всех поголовно есть фитнес-часы какие-то умные часы сейчас даже детям одевают умные часы там ребенок школу пошел ему часы одели все иди короче разного рода там в аптеках продаются да там носимые браслеты то есть apple watch и те же самые там самсунги там еще что-то то есть принципе ну как бы умными часами сейчас не удивишь но я прям вот рекомендую вам запомнить это и когда будете общаться со своим окружением кому-то там рассказывать о наших носимых устройств самое важное наше конкурентно отличающие от нас от других особенность нашей вот этой системы это то что вот эти все показатели они аккумулируются на монитор действующего скажем так живого врача который наблюдает за вами в моменте вы можете бежать по дорожке вы можете там мыться в ванной вы можете спать а человек наблюдает за вашими показателями мы можем даже своей суете не заметить то что с нами происходит все вот эти микро макро отклонения которые происходят в организме ну и способственно в суете мы относимся к себе так а ну кальнула таблетку пройдет вот этот вот накопительный эффект потом может также надарахнуть что но статистика она такая печальная сейчас инсульт и инфаркты очень сильно прям очень сильно помолодели у меня в мае в мае умер одноклассник скажем так да мой ровесник 75 года рождения просто поехал со своими друзьями на природу он не пьет не курит доведет такой довольно таки ну здоровый образ жизни и все просто посидели возле костра что-то где-то там поиграли на гитаре попели песни там покушали все просто человек лег спать не проснулся сделали вскрытие ну просто вот партийся а 48 лет 48 лет то есть я знаю случаи когда умирали подростки 23 года просто вот инсульт инфаркт поэтому вот это наши конкурентно отличающие вот эту вот особенность это то что следит живой скажем так врач и он в моменте когда с вами начинает что-то происходить как только пошли какие-то у него там вот этим волны да там критически он в моменте вам звонит ни одному apple watch у врач не позвонит какой бы крутой у него по какой бы последней модели у него apple watch бы не был ничего не имею против apple вот но тем не менее хочу сказать что ни одному apple watch не 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 позвонит а гана ну хорошо гана я потом в конце поправлю а вот да вот это наше основное я считаю то есть то что идет обратная связь в моменте то есть позвонили спросили как вы себя чувствуете вот такие моменты да то есть я там на беговой дорожке бегу буквально вот недавно было я спортзале занимаюсь от бегу на беговой дорожке у меня участился пульс звонит телефон смотрю московский номер поднимая трубку мне виктор юрьевич день день добрый теледок р24 мы видим по вашим показателям у вас участие пульс как вы себя чувствуете я говорю так и так я на беговой дорожке и что мне нравится то что они не просто спрашивают как ты себя чувствуешь они еще в моменте могут вам дать рекомендацию как себя повести чтобы себя обезопасить вот у меня повысился пульс вроде как казалось бы ничего особенного я не делаю да на беговой дорожке они сразу вот вы там побегаете сходите умойтесь холодной водой посидите подышите восстановите дыхание там установите пульс но знаете прям как вот материнская забота прямо 24 часа в сутки чувствуешь себя но действительно достаточно уверенным достаточно таким где-то даже появляется какой-то знаете такое не то что бесхалатное такое спокойствие что позвонят если чё вдруг вот но где-то вот начинаешь надеяться на друг на других людей вот но тем не менее это круто это здорово на что в моменте могут заметить то что происходит в своем организме а наш наше замечательное носимое устройство то что я уже рассказал да я не буду а уже останавливаться то есть я вот рассказал уже да то есть порядка 45 скажем так показателей то здесь указаны но характеристики технические кому интересно да кто кого технический склад ума ему возможно там интересно ширина длина диагональ экрана а так далее вот слева написано то что он делает этот наш браслет это наши замечательные еще два замечательных устройства это тонометр и термометр а что опять же мне вот прям я прям люблю а это то что что тонометр что термометр что браслет они все коннектится с мобильным устройством через bluetooth если кто помнит тонометр да вот это вот это еще лучше вот книг сюда приложи одной рукой держи другой рукой качай здесь нет здесь отдел кнопочку нажал на прям на приборе эти показания высветились и в мобильное приложение занес то есть у тебя таблица которая отслеживает изменение твоего давления причем я потом покажу наше приложение есть два вида я даже пост у меня в контакте выходил по поводу давления то есть есть давление два давления то есть есть давление в статике и есть давление в активности то есть два абсолютных разных давления и причем наше мобильное приложение отцу она отслеживает наши вот эти вот а именно два два вида давления когда вы находитесь в покое то есть когда вы спите когда у вас когда давление, либо когда вы просто находитесь в расслабленном состоянии, и когда вы там либо двигаетесь, либо что-то где-то там, да, занимаетесь, то есть кому интересно отслеживать, да, то есть может померить и вести свою вот эту вот табличку, то есть там есть два варианта, можно через прибор, да, коннектироваться, можно заносить вручную, то есть померили, занесли в табличку, и у вас уже есть показания. Что очень удобно, по поводу, да, я так немножко забегаю вперед, по поводу нашего мобильного приложения, если вы, если вот у нас просто есть партнеры, которые пользуются мобильным приложением уже не первый год, очень здорово, то есть человек, врач, который наблюдает за вами, он видит вашу динамику, вот вы пользуетесь носимым устройством, там, тонометром, термометром, там, пять лет, да, то есть беспрерывно, то есть нет у вас перепадов, то есть постоянно все это вот, вот он видит вашу динамику, например, там, взять давление, да, вот он видит динамику в течение пяти лет, он может открыть на мониторе и посмотреть график динамики. Скажите мне, какой врач на земле может вам в карточке одномоментно... Ну, я понимаю, сейчас больницы тоже там компьютеризированы у них все это, но тем не менее, они даже имея вот эти вот компьютерные свои программы, они не могут открыть у себя динамику и посмотреть динамику ваших анализов за пять лет. У нас это вот все можно отследить. Прям вот здорово. По поводу термометра что хочу сказать. Тоже уникальное изобретение, это изобретение тоже наше, это эксклюзивное изобретение нашей компании. Оно создано из гипоаллергенных материалов, что очень удобно. Этот термометр можно использовать для новорожденных детей. То есть, когда ребенок болеет, когда ребенок капризничает, когда что-то да, когда нужно важно отслеживать температуру тела. Я не знаю, там Ганна может потом в процессе поделится. У нас у нее там есть дети маленькие, уже взрослые. То есть, очень удобно. Да, то есть, он приклеивается к телу, ничего не мешает. Можно приклеить в абсолютно удобное место, да, чтобы ребенку было удобно. И, собственно говоря, и ребенок спит, и мама спит. То есть, мама не бегает там каждую там полчаса там с градусником. Мне не ребенка не нервирует. То есть, и ребенок спит, если, ну, да, там, если не капризничает, если спит, мама просто там может зайти в приложение, посмотреть, какая температура тела в единицу времени, и просто понимать, да, нужно там ребенку что-то, какую-то там, микстуру дать или нет, или можно спать дальше. Очень удобно. Прям вот для молодых мам, у кого маленькие дети, кому интересно там отслеживать свою температуру тела, можно прилепить там, да, взрослым людям, я имею в виду, можно прилепить себе подмышку, да, и носить его в течение дня. Он тоже коннектится с мобильным приложением через Bluetooth, и будет вам просто в единицу времени просто передавать показания на мобильное приложение. То есть, можно в течение дня там ради творческого эксперимента отследить, динамику изменения своей температуры тела. это если прям задаться целью. А вот у нас тут должна была быть история, я не знаю, Дима, я просто не вижу, кто вышел, не знаю, Дима Бурков, он вышел в эфир, нет, планировал он выйти. Вот, если он не вышел, Дима, ты вышел? Так, вот, я просто включу, Дима прислал запись, я включу историю Димы. А, у нас Саша хотел поделиться. Хорошо, Саш, давай мы тебе дадим слово, раз ему уже обещали, что ты у нас первый будешь делиться историями, потом я уже включу историю Димы. Саша, ты на связи? Саша, Зубец. Блин, мне... Так, Саша, нас не сыграет. Ну, в общем, Саша подключится, выйдет в эфир, и скажет, пока я вам включу историю Дмитрия Брукова, нашего партнера из города Талицын. Так, о. Дорогие друзья, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Хочу поделиться одним из своих опытов использования услуг в телемедицине. В прошлом году так получилось, что я стал партнером группы компании ИОС, и у меня в мой пакет входила услуга Чикап. То есть, я сдал анализы, и после того, как со мной доктор пообщался, я узнал, узнаю вдруг, что значит у меня диабет сахарной. Вот. Ну, живу я в небольшом городе в Свердловской области, обращаясь к главному врачу больницы, так как мы знакомы, говорю вот так и так, у меня вот такие анализы, мне доктора порекомендовали значит обратиться непосредственно в больницу для подбора лечения и значит питания. На что услышал, что ну, в больницу у нас нет эндокринолога, но тебе наши терапевты подберут. Ну, чтобы было понятно, практически все терапевты в больнице фельдшера, то есть это не врачи. И при таком типе диабета очень важно, как ты питаешься. То есть, по сути, мне предлагали лечь в больницу для того, чтобы питаться из общего котла и подбирать лекарства при этом питании. Чтобы было понимание, как только я выписывался из больницы, я начинал бы питаться так, как положено питаться при моем заболевании, и, соответственно, весь подбор летел у коту под хвост. Я попросил, говорю, ну, отправьте меня в область, на что мне сказали, да, без проблем, но два месяца будешь ждать приема эндокринолога. Понятно, что я мог бы съездить в областной центр в Екатеринбург и платно посетить эндокринолога. Понятно, что вероятнее всего мне бы это дополнительно стоило денег, помимо того, что дорогу оплатить, помимо того, что оплатить самого эндокринолога, возможно, мне пришлось бы оплачивать прием еще там одного-двух-трех специалистов, которым меня бы послали для того, чтобы подобрать мне лечение. Значит, ну, так как у меня уже в пакете был, бывал услугатель и доктор, я решил не умничать особо, значит, просто позвонил, заказал консультацию эндокринолога, со мной связался врач, и минут сорок она пытала меня, собирала у меня анамнез, почему пошел сдавать, какие симптомы, что напрягает и так далее, и так далее. Значит, в связи с, учитывая это, порекомендовала мне, с чего начать лечение, и отправила дополнительно сдавать анализы. То есть, я сдал, ну, огромное количество анализов дополнительно, тут у нас есть коммерческая лаборатория в городе, слава богу, ехать никуда не пришлось, и так же вел дневничок, все это дело подгрузил опять же в программу, отправил, при повторной консультации врач скорректировал лечение, и потом я просто, распечатав все это, пошел к нашему участковому, запишавшись, как положено, за две недели, пришел к нашему участковому, соответственно, просто предъявил все эти бумаги, выписки, и то лечение, которое, значит, мне порекомендовали, и так далее, она все посмотрела, зарегистрировала меня, как диабетика, и хожу, получаю сейчас свои препараты бесплатно в аптеке. То есть применение данного сервиса позволило мне никуда не кататься, не тратить ни время, ни деньги на дорогу, возможно, ни единожды пришлось бы ехать в областной центр для того, чтобы все случилось так, как надо. Получить все необходимые консультации, не выходя из дома, и подобрать лечение, которое, в принципе, врач в итоге одобрил, одобрил, и я пользуюсь всеми теми программами, которыми бы пользоваться начал при обращении в поликлинику с нуля. Только что на это ушло бы больше времени, нервов, денег, сил. Так что спасибо, что есть такие услуги, и я и моя семья будем продолжать пользоваться ими вперед. Вот такая вот замечательная история нашего партнера. Вот, то есть, не знаю, кто-то вот уловил, да, то есть последовательность действий. Самое главное то, что Дмитрий это делал все практически не выходя из дома, да, начиная от консультации эндокринолога и заканчивая там подбором всех необходимых там лекарств, получения там, где их можно найти, скажем так, купить, по какой цене и так далее и подобное. То есть, замечательное наше мобильное приложение. Вот, очень много сейчас опции приложения тоже постоянно усовершенствуется. В нем есть, как и основные во многих приложениях, там пульс, шаги, что там еще, давление, такие вот, контроль веса, но я хочу рассказать про два, скажем так, про два наших уникальных опций в нашем приложении, это опции родинки, уникальная очень, я считаю, разработка компании, потому что онкология, онкология наряду с инсультами, инфарктами, тоже значительно, значительно заболевание, количество заболеваний увеличилось. А, брагимое пятно, как выяснилось, я, кстати, тоже как-то до определенного момента, я думал, ну, родинка, родинка, ну, родинка, и ладно, бододавка, бододинка, я как-то так шутил тоже, да, оказывается, что бородавки, родинки, это вот не всегда есть хорошо. И вот наше приложение позволяет в моменте получить, скажем так, анализ нейросети, нейросетью, анализом искусственного интеллекта, получить, что за, скажем так, что за новообразование появилось у вас на теле, доброкачественное, это родинка или недоброкачественное, то есть вы просто открываете приложение, включаете камеру, фотографируете, это может быть необязательно, родинка, это может быть какая-то сыпь, это может быть какое-то покраснение, то есть любое, любое абсолютно новообразование, которое появляется у вас на теле, на коже, вы можете в моменте сфотографировать и отправить в нейросеть компании, да, и буквально там в течение трех-пяти минут искусственный интеллект выдаст вам информацию, что вам нужно в принципе делать, либо вам можно спокойно дальше, скажем так, не обращать внимание на это, на образование, ну, возможно, какое-то пройдет само, возможно, родинка вам, которая у вас на теле появилась, она не вызывает на данный момент никакого беспокойства и можно просто жить дальше, а бывают такие моменты, что к врачу надо было уже вчера, он прям так и пишет, что новообразование имеет предположительно опасную там дерматологическую, ну, там умный иногда пишет, и что срочно обратитесь к дерматологу, да, за уже более точным, ну, скажем так, за более точными анализами. У нас есть партнер, живет в Нефтьюганске, у него была родинка на лице, но он не придавал никогда значения, и вот когда у нас, а она еще в таком месте, он бородач, как я, вот, Егор Тебякин, наверное, кто партнер, должны помнить его, вот, у него она в таком месте, где, когда, всегда, бывает, удачно можно побриться, то есть, бывает, он ее повреждал, и так далее, и тому подобное, но суть не в том, когда у нас появилось приложение родинки, он сделал вот эту процедуру, и ему нейросеть выдала, что, ну, блин, как бы вам уже надо было вчера к онкологу, он, обратившись к онкологу, когда ему сделали там всю эту биопсию, все это, все анализы он прошел, да, там действительно не очень хорошая оборота, родинка была на лице, и он просто делился потом, когда он разговаривал с эндокринологом, ну, он просто задал такой вопрос, говорит, вот скажите, доктор, а если бы я к вам пришел, например, ну, там не сейчас, а там, ну, года через два, там через три, на что ему врач просто сказал, ну, вы бы уже не пришли, ну, прямо вот прямым текстом, вы бы могли уже до меня не дойти, то есть, да, то есть, понимание, да, понимание времени, понимание ценности, даже не цены, а ценности, вот этого момента, что вот здесь сейчас можно удлинить свою жизнь, пусть на год, на два, но тем не менее, можно прожить гораздо дольше, гораздо спокойнее, гораздо более здоровым, поэтому я уверен, что у каждого на теле, абсолютно у каждого на теле есть какая-нибудь родинка, можете просто протестить приложение и просто поймете, да, там, у нас, когда приложение-то появилось, у нас партнеры, там, у нас было, знаете, как это, когда много идет посыл, да, перегруз, короче, перегруз нейросети, потому что партнеры фотографировали все, вот это ищик, бддавку, бддодинку, себя, соседа, куба, свата, брата, короче, у нас народ киринулся прям фоткаться, знаете, фотосессии устраивать родинок, но, с одной стороны, как бы забавно, смешно, а с другой стороны, ну, кто-то понимал, что нужно бежать к врачу, делать анализы, кто-то понимал, что, ну, блин, у него все хорошо, поэтому, я говорю, протестите, нету, нету у вас родинок, протестите, там, на жене, на братину, то есть, найдите у кого-нибудь, там, не знаю, пусть покажут вам свои заветные родинки, вот, протестите. Второе уникальное изобретение компании, оно очень помогло в период замечательной болезни, вот этой эпидемии, которая была, коронавируса, это Акустери, это когда наше мобильное приложение по изменению частоты тембра голоса, кашля, хрипоты и всего остального, то есть, просто нужно было в течение одной, то есть, тоже так же заходите в приложение, включаете опции, только там включается микрофон, и в течение там одной минуты нужно было просто кашлять, кашлять на телефон, просто кашлять, и в зависимости от, я говорю еще раз, тембра голоса хрипоты, там, не знаю, там мокроты, там еще что-то, да, нейросеть определяла, то есть, могла сказать вам, на сколько процентов вы, либо это у вас просто простудное заболевание, либо у вас это действительно ковид, вам нужно бежать, завать тест, ну, соответственно, там какое-то время нужно было закрываться на изоляцию, причем исключить тех, кто с вами там вчера обнимался и так далее, там вот подобное, предупредить их, что у вас ковид, ну, то есть, тоже можете, приложение действующее, а на сегодняшний день, пока еще только анализ того же самого ковида, но в дальнейшем планируется, вот голосовым тестером определять 4 болезни, вот кому интересно, тоже предлагаю протестить, просто по это самое, покашляйте, сделайте аудиозапись вашего кашля, причем, когда, знаете, у него такая есть такая фишка, он определяет, когда вы, ну, не знаю, кашляете расслабленно, естественно, и когда вы прям вот заставляете себя покашлять, когда вы себя заставляете покашлять, он так и пишет, что, ну, что ты вот выпендриваешься, покашляй нормально, то есть, как бы вот так, поэтому рекомендую тоже, кому интересно, по это самое, потестить, здесь, ну, может, кто у нас, кто у нас, 9 человек у нас, да, сейчас на эфире, замечательно, возможно, кто-то хочет поделиться историей, кто хочет поделиться историей применения, кто хочет, здравствуйте, Витя, могу я рассказать, да, Света, да, Света, рад тебя слышать, да, пожалуйста, видно меня или нет, не вижу сама себя, а, вижу, вот, всем добрый день, меня зовут Светлана Карачкова, город Сургут, но сейчас я нахожусь в отпуске, поэтому, завещаю оттуда, где нахожусь, значит, вот, Витя, ты сейчас рассказывал про приложение, кашель, очень удобное приложение, на самом деле, у меня была ситуация, прям в подтверждение хочу сказать, когда я заболела и очень плохо себя чувствовала, я воспользовалась приложением, записала аудио, фрагмент своего кашля, и нейросеть мне выдала, что 67% ковид, позвонив после этого, после этого результата в теледоктор 24, я получила рекомендации о необходимости вызвать врачей, получить от них непосредственно назначение, подтвердить или опровергнуть данный диагноз, ну, то есть алгоритм моего поведения, я уже знала, как нужно себя вести, вызвала врачей, сделали тест, и он действительно подтвердил, что был ковид, вот, как бы это ни звучало, тем не менее, это действительно вот так работает, в продолжении темы теледоктора, хочу сказать, что я очень часто пользуюсь этим сервисом, как для себя, своих родственников и близких, так и для своих даже друзей и подруг, и последние две истории, у девочки, у знакомой дочки, у дочки четырехлетней девочки, вот под глазиком, возникает периодически какой-то гнойничок, и из-за этого гнойника ребенка не брали в садик, сделала фотографию, в наше приложение загрузила, вот фотографию родинки, и нейросеть выдала какой-то диагноз, с которым был написан необходимая консультация дерматолога, мы тут же ее заказали, и врач-дерматолог перезвонила, и, наверное, в течение 20 с лишним минут, она нам расспрашивала, уточняла, давала рекомендации по уходу, по наблюдению за ребенком, по лечению, по дополнительному дообследованию, и так дальше, так дальше, то есть прям вот с конкретными названиями группы препаратов, с конкретными наименованиями лабораторных исследований, которые необходимо произвести. В результате хочу сказать, что вот эту аудиозапись моей консультации я переслала своей знакомой, она ее полностью все проштудировала, они выполнили все рекомендации и нашли причину заболевания, которые в течение полугода не могли определить, но самое было плохое то, что ребенка не брали в садик, и они никак не могли этот вопрос решить. На сегодняшний день ребенок ходит в садик, потому что выяснилась причина, от чего это происходит. Ну, если интересно, скажу, что у ребенка периодически происходит спад иммунитета на фоне каких-то там сложностей с щитовидной железой. Хотя она вот и маленькая, но вот такая вот проблема возникала. Вот, спасибо за внимание. Все, больше не отвлекаем. Хорошо, Свет, спасибо. Ну, вот видите, замечательная история, когда вот можно вот так вот просто помочь своим знакомым, знакомым детишкам, то есть поберечь им здоровье, то есть на раннем этапе, скажем так, да, то есть в раннем возрасте все можно выследить, понять, почему все происходит. Я почему вернулся к этому слайду, хочу рассказать еще про одну опцию. Ее здесь нет на картинке. Эта опция называется... А, вот лекарства, нет, она здесь есть. Вот лекарства. Чем хороша данная, скажем так, опция, это то, что, заходя в приложение в эту опцию, в эту опцию включен абсолютно весь реестр лекарственных средств, которые есть на территории России, которые завозятся даже иностранного производства. Ну, сейчас я не знаю, как завозятся и не завозятся. Вот я не провизор, но вот до того момента, пока там ковид не пришел, да, то есть включен весь реестр абсолютно зарегистрированных на территории России, скажем так, лекарственных средств. И, допустим, выходя после, допустим, врача, когда вам поставили диагноз, выписали какие-то сборы, скажем так, да, каких-то препаратов медицинских, да, нужно бежать в аптеку покупать, можно зайти в данную опцию, просто внести, скажем так, название данного препарата. То есть вам не нужно раскрывать каждую коробочку, доставать инструкцию, искать, где там, что применение, особенно, когда там очень мелко написано, вот это вот, ну, я своим зрением. Здесь просто заходите в приложение, вбиваете название, открывается аннотация, то есть вы можете почитать полностью про препарат, вы можете почитать, кто его производит, вы можете почитать, в какой дозировке вообще препарат бывает. И что я считаю немаловажным, когда, ну, просто я по себе знаю, когда побегав по аптекам, понимая, что данного препарата нет, вот здесь в приложении открывается список аналогов. По поводу аналогов будьте очень аккуратны и осторожны, прежде чем покупать аналог того или иного препарата, посоветуйтесь с врачом, который вам выписывал, да, ну, скажем, предыдущий препарат. Что немаловажно, то есть, да, можно почитать, посмотреть аналоги. И еще, что немаловажно, если вы включите геолокацию в своем мобильном телефоне, зайдя в сервис аптека, вы еще и узнаете, где в ближайшей аптеке и по какой цене этот препарат продается. Вообще просто, я говорю, уникальное просто приложение, уникальная разработка, все это можно делать, не выходя прямо вот из дома, лежа на диване. Это, знаете, как вот я сравниваю наше приложение с МФЦ, да, режим единого окна. Когда ты пришел в МФЦ, в единое окно, назвал, что ты, какую процедуру ты выполняешь, тебе пачку документов выдали, и ты просто вот сидишь и заполняешь. Вот здесь то же самое, режим единого окна, только все касаемо вашего здоровья, лекарств, врачей и всего остального. Зашел и просто кнопочки тыкаешь, то, что тебе нужно, смотришь, звонишь, слушаешь, принимаешь, отправляешь, то есть просто не выходя из дома. В комфорте, на диване, не в очереди, не выслушивая у кого чего болит, у кого не принял и так далее, и тому подобное. Очень, я считаю, прям уникальное прям изобретение. Протестите. И у нас вот, здесь вот смотрите, да, здесь просто указанный колл-центр на наших докторов, какие консультации вы можете получить, позвонив, да, то есть либо приобретя сервис телемедицина, теледоктор24, вы можете получать устные письменные консультации, видеоконсультации с врачом, но кто-то предпочитает видеть врача, да, допустим, кому-то, ну так комфортнее, когда он видит, с кем он разговаривает. Вот, то есть вот здесь перечислены все услуги, которые можно получить в данном, в данном сервисе. Вот у нас история Ганны, ну вот это немножко, Ганна, ты у нас в эфире? Да, в эфире, Витя. Замечательно. Тогда мы будем тебя слушать вживую, а запись, ну, мы покажем когда-нибудь, наверное, в другом каком-нибудь эфире. Всем привет. У меня очень история меня не остановить, наверное. Я буду контролировать. Вот самая такая крайняя. Да, всего пару минут. Не, я на самом деле все, что есть, я делюсь и ее вспомогает, все туда выкладываю. И самое такое последнее, наверное, яркое. Мы незапланированно поехали в отпуск. два месяца и так получилось, что я с детьми вдвоем, я в декрете. И отпуск запомним надолго, потому что маленькие дети, в общем, ротовирус, энтеровирус, ну, сейчас вот в Тюмени вспышка этих заболеваний. И мы сами с другого региона, мы с ХМАО, и здесь только принимают по экстренной. И, соответственно, чтобы нам сюда обратиться, нам нужно прикрепиться, и это неудобно. Я позвонила врачам, и сначала старшая дочка заболела, потом младшая, младшая, и мы круглосуточно на связи. Они, врачи, постоянно перезванивали, уточняли, потому что очень важно, чтобы не было интоксикации, чтобы обезвоживания не было, и мы наблюдали, чтобы не было ухудшений, потому что в случае чего мы бы уже экстренно поехали в поликлинику по скорой. Слава Богу, все обошлось, и все анализы нужные сдали, я все прикрепила врачам нашим, все проконсультировали, подкорректировали лечение. Честно говоря, если не они, мне бы было сложнее. Просто представьте, это постоянно на такси ехать, это запись, это, возможно, платные поликлиники. Сколько раз мы обращались, это в деньгах, наверное, где-то тысяч 30-40. Мне бы понадобилось просто, сколько я раз обращалась к нашим специалистам. Это первый такой отзыв и второй краткий. Ну, в общем, мы не железные, я понимаю, что я просто эмоционально устала. Я думала, что наоборот поеду отдохнуть, но получился обратный эффект, и я заказала консультацию психолога пообщаться вообще по поводу взаимопонимания с детьми, ну, с разными такими ситуациями. Меня выслушали, мне было это очень важно, потому что, знаете как, одно дело, когда с близкими разговариваешь, не получается иногда какого-то безоценочного такого общения, все равно выходит там немножко на другое, а здесь это было, вы знаете, просто критический взгляд со стороны. Меня выслушал психолог, и он мне потом говорит такую фразу, он говорит, у нас на профессиональном языке это называется усталость. Я такая говорю, да вы что, даже есть такие, это относится к диагнозам, он говорит, действительно, это может перерасти к каким-то более серьезным таким вещам, и вам нужно в комплексе заняться сном, питанием, вам нужно, ну, в общем, мы проговорили и психологически, и то, действительно, над чем я работаю, чем я занимаюсь, все витамины, анализы, в общем, все это нужно сделать в комплексе, и знаете, у меня было просто несколько каких-то страхов, в том числе по поводу няни, ну, когда нужна помощь дополнительная, я как-то вот этого боялась, мы тоже проговорили эти вещи, я сняла с себя ряд убеждений, поняла для себя, что это я сама себе что-то там напридумывала, в общем, если у вас есть мамы, я и папы, и родителям в целом, я вообще рекомендую эти сервисы, потому что, ну, я не представляю, я не представляю теперь, как это можно вообще без них куда-то ехать, да и в своем городе находиться, в общем, вот такие вот отзывы, очень много я пишу, хотя, знаете, мы ничего такого сверхординарного не делаем, все обычно, ну, в ходе жизни просто какие-то ситуации, но это не накапливаем, а тут же решаем. Спасибо. Спасибо, Ганна. Ну, я, да, я подтвердю, что у Ганны очень много историй, как своих личных, так и по поводу отношений детей, даже на одном из эфиров мы выкладывали зависть, как у нее мама воспользовалась чкапом, то есть, вот, и я хочу сказать, кому интересно, кому интересно посмотреть, отследить, почитать, кто, как пользуется, какие вопросы решил, да, у нас есть замечательный канал, ее вспомогает в Телеграме, там можно зайти почитать отзывы, там можно зайти, найти решаемые вопросы, там есть видео, люди, то есть, люди абсолютно выкладывают свои решенные вопросы, то есть, как происходило, поэтапно, то есть, все, то есть, народ делится, кому интересно, возможно, вы даже найдете какой-то свой вопрос, какую-то свою, ну, не проблему, да, какой-нибудь затык свой, да, который у вас до сих пор там где-то висит, или вы там боитесь идти к врачам, или что-то еще, то есть, можно зайти почитать, возможно, вы найдете там решение своего вопроса, то есть, подписывайтесь на канал в Телеграме, и, соответственно, читайте, отслеживайте, смотрите, ну, про психолога, про стресс у нас уже Ганна поделилась историей, да, действительно, сейчас очень такая достаточно напряженная ситуация, очень много, особенно мам, я по себе знаю, у меня есть старшая сестра, у нее есть сын, которому 23, вот, и очень в силу сложившейся ситуации в стране и в мире вообще, в принципе, да, сейчас достаточно такая напряженная нервозность сохраняется практически у многих родителей, у мужской половины населения, да, то есть, сохраняется такая некая тоже, поэтому стресс, он вернулся в гораздо большем объеме, и я хочу сказать, что, опять же, статистика вещь упрямая, я вам хочу сказать, что за последние полтора года обращение к психологам возросло на 83%, на 80%, практически каждый второй или там каждый там полтора, да, человека обращается к психологу за консультацией, но это уже о многом говорит, да, наша статистика, но у нас есть сервис, у нас есть замечательные психологи, которые проводят консультации, замечательные очень консультируются, достаточно квалифицированные специалисты, причем, опять же, знаете, вот, что мне нравится, они не просто консультируют, не просто выслушивают, а они вот действительно, ну, можно сказать, иногда докапываются до сути, просто до сути, не то, что вот я там с новым, с новым, у меня там депрессия, они вам там, да, помедитируйте, сходите на природу, походите там, нет, они там, вот, а что, почему, а в какой момент это появилось, да, почему это у вас появилось, опять же, у нас тоже есть история партнера, у него начались напряженные отношения с дочерью, дочь подросткового возраста, и начались какие-то там скандалы, руганьи, там, истерики в семье, да, с ребенком, он воспринял это, что он как-то неправильно, да, общается с девочкой, ну, как девочка, да, там, переломный, вот, когда-либо начал там себе накручивать, он позвонил, заказал тоже консультацию психолога, попытался что-то начать рассказывать, да, там, про себя, на что ему психолог, говорит, хорошо, я вот, все, я достаточно выслушал вопрос, теперь дайте мне поговорить с вашей дочерью, она поговорила с дочерью, и оказалось, что затык-то не в семье, а затык в школе, в школе между подружками, между ровесниками, между одноклассниками, и так далее, и тому подобное, и ребенок в силу каких-то там обстоятельств, как-то, то ли боялся, то ли не хотел делиться с родителями, соответственно, вот это накопление стресса происходило, и не надо было его куда-то выплескать, соответственно, выплеск происходил во время вот этих скандалов, пообщавшись с ребенком, психолог, да, порекомендовала, что ей нужно делать, и уже когда она пообщалась с ребенком, пообщалась с папой, потом они пообщались втроем, и все достаточно, то есть, вот что мне нравится, это то, что прям вот идет комплексная обработка, разработка, там, я не знаю, то есть, лечь, как, есть же такое выражение, да, особенно, кто занимается непрадиционной медициной, китайцам это тоже относится, они говорят, что нужно, нужно лечить не саму болезнь, а нужно искать корень, причину болезни, вот наши эксперты, наши специалисты, они ищут именно вот эту причину болезни, особенно психологи, вот, кто тоже рекомендует, вот, ради творческого эксперимента попробуйте протестить, вам понравится, у нас можно с психологом разговаривать 24 часа в сутки, то есть, есть безлимитная услуга психолога, и можно разговаривать прямо вот, можете ему через каждые там 15 минут звонить, и просто вот ему все рассказывать, что у вас в жизни происходит. А здесь вот коротко отзывы, медицинский чекап, я думаю, что многие знают, что это такое, кто не знает, я это называю техосмотр своего организма. Вот скажите, кто проходит чекап регулярно? Вот, я не имею в виду партнеров компании, которые уже не первый год, если есть, допустим, партнеры, кто только пришел в компанию, кто только начал знакомиться с сервисами, скажите, кто проходит обследование организма, вообще в принципе делает это, хотя бы иногда. Я могу сказать, что если сравнивать это с автомобилем, то обратите внимание, техосмотр своего любимого автомобиля вы проходите гораздо чаще, чем техосмотр своего собственного организма. я прохожу чекап, я являюсь партнером компании, я прохожу чекап в течение вот, сколько я лет в компании, в течение пяти лет, ежегодно я прохожу чекап, то есть я понимаю, в каком состоянии у меня находится организм, да, то есть рекомендую тоже воспользоваться, возможно, есть у кого-то в пакете возможность, есть возможность докупить отдельно и тоже протестить, проэкспериментировать, попробовать понять, что это такое. Что опять же замечательно в нашей компании, если вы будете проходить ежегодно, да, то есть последовательно чекап, есть динамика отследить изменения состояния вашего организма, то есть доктор может открыть карту, вам у него карта есть, то есть по прохождению чекапа вам на электронную почту придет так называемая карта здоровья, где будут расписаны все ваши анализы, помимо этого будут расписаны все органоважные скажем так системы, которые находятся у нас в организме, будут расписаны в каком состоянии они находятся, и там что замечательно, не вдаваться в медицинские какие-то термины, там все в цветовой гайме, зеленый это значит у вас все хорошо с этим органом, оранжевый по-моему, ну, не шатка, не балка, но не критичный, у кого-то микрофон включенный, ладно, красный это когда вот прям все критическая зона в данном органе, то есть нужно бежать к врачу, сдавать анализы, какие-то проходить, очень удобно, помимо карты здоровья, вы, вот карта здоровья, вот карта здоровья такая приходит вам на электронную почту, помимо карты здоровья, у вас запланированная устная консультация с врачом, который делал расшифровку ваших анализов, чтобы не вдаваться вот эти буковки, циферки, вот это что это такое, звоните доктору, и доктор вам рассказывает, доктор вам рассказывает, что с каким вашим органом, что происходит, и помимо всего они дают рекомендации, что нужно в дальнейшем, какие анализы нужно достать, доздать, доздать, и какому врачу в дальнейшем необходимо обратиться на консультацию. Вот прям рекомендую, как за здрасте, как вот знаете, как в том фильме «Служебный роман», вот у них была традиция 31 января, там декабря с друзьями ходить в баню, а у вас, скажем так, должна быть традиция проходить, скажем так, чекап организм. Вот. Ну, про чекап мы уже не будем. Это клиники, с которыми сотрудничает наша компания, то есть можно зайти почитать, есть официальные сайты данной клиники, можно зайти посмотреть. Все открыто. Те доктора, которые, скажем так, нас консультируют, можно зайти посмотреть, какой доктор в тот или иной момент оказывал ту или иную консультацию, посмотреть его регалии, образование, докторскую практику и так далее, и тому подобное. Теперь мы переходим к нашему замечательному сервису юридическому. Вот он включает в себя нашу, скажем так, безопасность во всех, скажем так, направлениях. Здесь вы можете получить тоже устную письменную консультацию юридического характера, экстренные консультации, это если что-то где-то происходит, нарушение ваших прав происходит в моменте, вы можете нажать кнопку телефона и получить консультацию прямо вот здесь и сейчас, включив громкую связь, если у вас происходит ситуация какая-то с оппонентом, где-то что-то у вас не ладится, то есть вы можете включить громкую связь, и юристы все это трактуют, объясняют, рассказывают, что, какие последствия, чем это чревато, чем это все может закончиться для обеих сторон, для вас, для человека, который там стоит или сидит напротив вас, можно заказать звонок юриста, если у вас происходят опять же какие-то недопонимания, неважно с кем, это может быть работодатель, это может быть еще кто-то, абсолютно, то есть, скажем так, да, то есть вы можете заказать звонок юриста, можно заказать, если у вас у друзей, у знакомых есть какой-то нерешенный юридический вопрос, можно заказать звонок юриста, просто диктуете номер телефона в компании, говорите, мне нужен звонок третьему лицу, соответственно, уже звонят наши сами специалисты и решают вопрос, либо там объясняют, как нужно себя вести по отношению к вам. Автоассистанс тоже входит, скажем так, в этот сервис, это если по-русски, скажем так, это помощь на дорогах, это когда вы ехали и ехали, вдруг машина встала, не заводится, панель, скажем так, на планетном корабле все светится, то есть в тот же моменте можно позвонить, проконсультироваться, то есть если машина встала нетранспортабельна, возможность вызова эвакуатора, а есть такая даже опция, ну, я не знаю, конечно, как такое может вообще случаться, подвоз топлива, это когда вы ехали, 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 машина у вас встала, а встала потому что вы вовремя не заправились, то есть у вас просто кончился бензин, то есть есть такая опция услуга, как подвоз топлива, то есть вам привезут канистр бензина, чтобы вы могли доехать до ближайшей заправки, вот тоже здесь перечислены консультации, то есть что вы можете получить, позвонив нашим специалистам, какие виды консультации здесь и с недвижимостью, налоговые, кредиты, то есть уголовные дела, то есть здесь все в принципе вот такие актуальные иногда вопросы по наследству например иногда вопросы возникают, то есть это все можно позвонить получить консультацию, можно получить прям пошаговый алгоритм действий как себя вести, что мне опять же нравится, все консультации записываются и если есть достаточно емкие алгоритмы действий, то есть можно скажем так не запомнить последовательность всех действий, у вас есть уникальная возможность в любой момент либо зайти в приложение, либо когда вы заканчиваете консультацию, можно просто попросить, чтобы запись разговора вам прислали на электронную почту, зайдя либо в приложение, либо на электронную почту, вы можете еще раз и еще раз и еще раз, то есть сколько раз вам нужно, сколько раз вы можете переслушивать эту запись и действовать по строго указанному алгоритму. Кто хочет поделиться, возможно кто из присутствующих есть юридические истории, есть применение юридического сервиса. Но ни у кого не пользуется сервисами, тогда мы будем слушать еще раз Диму. Друзья, приветствую вас, меня зовут Бурков Дмитрий, я предприниматель из города Талицы Саратовской области. Мое знакомство с сервисами началось в 2016 году, когда я как предприниматель обратился в компанию, им нужно было решить определенные вопросы, связанные с моей деятельностью. И до сих пор я являюсь довольным пользователем данных услуг и человеком, который решает свои задачи с помощью юристов. в моменте, не дожидаясь, когда они зайдут достаточно там до каких-то критических моментов. Хотел бы поделиться одной из своих историй, когда у нас сменился оператор по приему сточных вод, мне новый оператор выдал договор и особо со мной не разговаривая, там, типа, сказал, типа, читайте законы и у нас все так или никак и так далее. Без губы, в общем, разговаривали. Имею привычку пересчитывать договора, а тут что-то решил не умничать, просто сфотографировал, отослал. Отослал и получил развернутый ответ письменный на нескольких страницах. Подумал, ну, а чего мне его читать, пойду сразу к этим товарищам и покажу. Пришелся к договорам неподписанным, пришел с этим ответом, сказал, вот мои юристы все почитали, значит, вот и в заключении. Ну, я уж не знаю, что там поимело, так скажем, действие, либо фраза моей юристы, либо тот факт, что на каждом листе стояли логотипы Европейская юридическая служба, город Москва и исполнитель и все остальное. То есть, юрист управляющей компании посмотрела все документы, тут же внесла правки в договор, а там были вплоть до того, что были неправильно указаны тарифы, которые нужно применять. Вот. И договор был тут же поправлен и подписан мной, уже будучи уверенным, что ничего там опасного для меня уже нет. По сути, использование сервисов позволило мне не напрягаясь, не тратя нервы, не тратя время на вычитывание договора, только как обычно там на 25 страниц воды, да, среди которой зарыта куча всяких мелких особенностей, при которых вы за свои же деньги несете полную ответственность. То есть мне не нужно было это все учитывать, юристы все посмотрели, дали аргументированные заключения и рекомендации, как с этим договором поступить. Так что я доволен, буду продолжать пользоваться этими сервисами и дальше. Спасибо. Вот, то есть смотрите, да, в чем замечательность нашего сервиса юридического, то есть человек может решать вопросы не только в отношении себя и семьи, как физического лица, можно решать вопросы ООО и ИП. Это все есть, можно посмотреть в наполнениях пакетов, можно подобрать прям действительно пакет, который актуален именно для вас и, соответственно, вы понимаете, что именно этим вы будете пользоваться и, соответственно, я думаю, что вы останетесь очень и очень и очень довольны. то же самое рекомендую, кому интересно почитать, посмотреть, убедиться, что это действительно работает, да, прежде чем убедиться на своем опыте, можете подпишитесь на канал «ЮЮСПОМОГАЕТ», можно зайти почитать, посмотреть, даже можно задать вопросы, в личку написать человеку, который поделился решенным вопросом, как он это делал, какие документы собирал, то есть можно, собственно говоря, отследить, задать вопросы и, еще раз повторюсь, возможно, вы найдете какое-то свое решение своего вопроса, которое у вас действит уже длительное время, вы вообще на него махнули рукой и сказали, а еще это не решается и не решится и, короче, ну и все, и пускай вот так. Поэтому подписывайтесь на канал «ЮЮСПОМОГАЕТ», пользуйтесь сервисами, решайте свои вопросы. Тоже все достаточно открыто, можно зайти и посмотреть, почитать про юристов, кто оказывает вам консультации, то есть посмотреть легалии, образование, юридическую практику, то есть все достаточно, скажем так, прозрачно, то есть можно зайти посмотреть. финансовые консультации, все, что касается управления финансами, вот, честно скажу, пока у нас не появилась услуга финансового консультанта, управления деньгами и понимание, что такое финансы, что такое бюджет, что такое семейный бюджет, да, как-то вот, что его нужно вести, что его нужно там отслеживать, смотреть траты, когда пошел в магазин, потратил, а потом через 10 дней думать, блин, а куда зарплата-то делать, вот, рекомендую тоже настоятельно Игорь Викторович Файнан, знаком тоже лично, консультируясь с ним практически постоянно, кому, кто занимается инвестициями, вот, тоже рекомендую, вот, я занимаюсь инвестициями и, соответственно, я консультируюсь с финансового советника по поводу, прежде чем завершить какой-то шаг, да, прежде чем понести куда-то свои деньги, да, я звоню, заказываю консультацию в отношении той или иной компании, которую мне предлагают проинвестировать, чтобы понимать, да, все есть пирамида, либо не пирамида, либо это мошенники, либо это вообще, то есть, понимание того, куда я вообще несу свои деньги, поэтому рекомендую, как вылезти из долговой ямы, у Игоря Викторовича есть прям вебинар, да, он рассказывает, как выбраться из долговой ямы и как избавиться от долгов, то есть, как начать правильно управлять своими финансами, вот, прям протестники тоже займем, ну, кого, я думаю, что сейчас у всех, в принципе, у всех есть финансовый вопрос, и поэтому тоже, ну, как бы, не настоятельно, но я рекомендую позвонить и проконсультироваться у финансового советника, как, что, какие вопросы решить. По поводу, вот, ипотечников, да, стоит ли вам делать перефинансирование или не стоит на данном этапе вашей ипотеки, какой банк лучше выбрать, под каким процентом там лучше брать, лучше не брать, то есть масса вопросов, что касается денег, денежной энергии, да, там денежной энергии, вот, поэтому тоже рекомендую. Игорь Викторович достаточно открытый человек, делится своими знаниями, это один из 12 лицензированных финансовых советников Центробанка, у него, если вы зайдете, тоже прогуглите, скажем так, там не указан номер лицензии, то есть все, можно зайти на Центробанк, зайти, посмотреть его лицензию, поэтому те партнеры, с которыми мы работаем, они не просто так, скажем так, да, это идет достаточно жесткий отбор, и чтобы стать экспертом, оно у нас сейчас это называется героем, да, компании, там проходит достаточно жесткий отбор. Ну, Игорь Викторович выдержал все, и он наш, он наш герой, финансовый герой. Вот, опять же, да, то есть, ну, это то, что касается, то, что я уже озвучил, да, удержать и приумножить, это все, вот вам можно получить, позвонив, скажем так, позвонив финансовому советнику. что касается кредитов, тоже вот здесь, да, то есть, можете прям заскринить себе, я буквально там секунду там пять подержу, да, то есть, можете заскринить, если у вас кредиты есть, ипотека, это тот же самый кредит, если у вас есть кредиты, можете заскринить, прям вот, воспользоваться этой таблицей и понять, как оптимизировать ваши кредиты. Будем уже, скажем так, подбираться к завершению моего спича, и, соответственно, хочу показать вам выгоды, да, что вы получите, когда начнете, когда начнете пользоваться сервисами нашей компании. Это доступность 24 на 7. Имея друга, адвоката и тещу главврача, не факт, что вы можете позвонить нам в 3 часа ночи или ему. Можете, но не факт, что он возьмет вам трубку. Здесь трубку берут постоянно 24 часа, а 7 дней в неделю 365 дней в году. Даже если вы позвоните 31 декабря в 00 часов под бой курантов, вам все равно подымут, ответят и окажут необходимую вам помощь. Реально, я даю то, что я говорю, это реальная помощь. Стандарты качества отслеживается все, вплоть до того, через сколько секунд подымается трубка. Ответственность наших экспертов застрахована. То есть, если что-то где-то будет юридически доказано, что вы понесли какие-то финансовые потери только потому, что вам дали недостоверную информацию или вам оказывали некачественную консультацию, вам в эти финансовые потери будут возвращены. Очень жестко контролируют юристов, которые оказывают консультации. Их там переслушивают. То есть, у них есть своя система штрафов. То есть, это все очень жестко. Технологичность. Но про технологичность я рассказывал. Инновационность тоже я рассказывал, что мы идем на два-три шага впереди планеты всей. эксклюзивность продукта это тоже самое. Актуальность в текущей ситуации, ну, сами, да, понимаете, тут случилось, тут же в моменте позвонили, проконсультировались. Да, то есть, все в моменте. Необходимость в жизни, думаю, здесь вообще ничего не надо говорить. Индивидуальный подход, это все вы можете, да, для себя индивидуально подобрать, собрать определенный пакет, приобрести определенные, скажем так, услуги, которые нужны только вам, и вы понимаете, что вы им пользоваться будете точно. Ценности и цена, я тоже вначале говорил, что иногда ценность нашего сервиса, ценность того, что делают наши эксперты, гораздо выше, чем цена. Я цена имею в виду в, скажем, финансовом, да, иногда, порой, порой, эээ, ценность, скажем так, сервиса, это спасенная жизнь. Ну, здесь тоже, в принципе, показаны ваши выгоды, то есть, решение вопросов, здесь медицинский, что тоже оптимизировать можно налоги, можно сдавать бесплатно анализы, МРТ тоже, кстати, и УЗИ, открою вам страшную тайну, как бы вам не говорили в ваших наземных клиниках, что это все платно, и месяц, там, два, три, полгода запись, никому не верьте, МРТ, УЗИ проходится бесплатно, согласно федерального закона, в течение 14 дней, ваша клиника должна вам предоставить направление на МРТ или на УЗИ, что-то где-то, да, то, что вам нужно. И такой, знаете, наша компания все-таки оказалась тоже эксклюзивной в плане того, что она решила позаботиться не только о людях, но и о наших братьях-меньших. Есть замечательный такой сервис Animal Phone, это ветеринарный, ветеринар онлайн, это то же самое, что врач, доктор для человека. вы можете в течение 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, вы можете, если у вас есть домашние животные, домашние питомцы, они тоже болеют, они тоже страдают, но единственное, что вы не можете им заказать консультацию психолога, да, то есть пообщаться там они не смогут, но вы можете пообщаться с психологом в отношении своего домашнего животного, возможно, психолог наш вам тоже поможет. Консультации по поводу питания, прививок, всего остального, то есть все, можно позвонить 24 часа на 7, получить консультацию, замечательный сервис, я пользовался неоднократно, потому что у меня у родителей там кошка-кот, и, соответственно, они тоже периодически болеют. Я не знаю, Лена, Лена Исакова, ты у нас в эфире еще? Вот у Лены достаточно тоже много историй по поводу применения Animal Fund, ну, по поводу звонка, консультации в отношении там животных. Ну, и, соответственно, давайте создадим в вашей семье максимальное источников, количество источников дохода, это то, что касается финансового советника, ну, и вот я перехожу к тому, что, где вы можете это все почитать, посмотреть и узнать, сколько же это стоит. Когда вы увидите цены на нашем маркетплейсе, я думаю, что вы будете приятно удивлены, потому что у нас есть такое выражение у партнеров, да, сервис по цене чашки кофе. Если взять стоимость сервис разделить на 365 дней, да, то получается, ну, реально где-то по стоимости чашки кофе. Все собрано в одном месте, замечательно, красиво, упаковано, достаточно грамотно расписано наполнение, то есть, можно зайти посмотреть. Абсолютные сервисы индивидуально, вот то, что, чуть было, чуть выше, можно подобрать абсолютно для себя. Если вам нужно только для себя любимого, выбирайте для себя любимого. Если вам нужно для себя и для того парня, выбирайте для себя и для того парня. Если вам нужно для себя и для семьи, не вопрос, выбирайте определенное количество пользователей в том или ином пакете. Если вам нужно, чтобы ваши родители пользовались данным сервисом, медицинским, там еще каким-то, вы можете подобрать пакет для своих родных и близких. Абсолютно индивидуальный подход. Есть marketplace, можно зайти и посмотреть. Вот так все красиво выглядит. Наши тарифы вы можете посмотреть. Действительно, если посмотреть на ценник, грубо говоря, 5500 рублей, персональная карта, 24 часа вы можете пользоваться юридическими услугами. Я могу по себе сказать, что я настолько уверен иногда в некоторых моментах, когда я не знаю ни законов, ни статей, и я не понимаю, правомерно происходит та или иная ситуация в том или ином моменте. Я не заморачиваюсь. Я просто нажимаю кнопку телефонного звонка, звоню и разговариваю. Иногда порой включаю громкую связь, чтобы мой оппонент тоже слышал. 5500 рублей в год. 24 часа в сутки вы можете звонить юристу и получать консультацию. А что хочу обратить ваше внимание на такой тариф, как кинейджер. Это тариф для подростков. Потому что дети – это ваше все. Говорю так, потому что у меня пока нет своих детей. Поэтому дети – это ваше все. Порой они попадают тоже в нестандартные ситуации в магазинах, в школах, учебных заведениях, на улице, в кафе, где угодно абсолютно. Да, и порой не всегда готовы делиться с родителями. Здесь у них есть карта защиты. Они могут в любой момент позвонить, получить консультацию и понимать, как себя вести дальше. Кому интересно, обратите внимание на данный тариф. Тарифы для ИП. Да, слушали историю Дмитрия. То есть можно подобрать тариф в отношении ИП. Есть еще тариф, который берет полностью тарифы для юридических лиц. Там ООО и ИП – это тарифы, они берут полностью на аутсорсинг, обслуживание этой фирмы, что сокращает ваши, скажем так, расходы на содержание коллектива юристов. Ну, то есть, да, то есть можно сократить, а штата юриста, вот, помнил слово штата юриста, можно просто ставить одного, подключить его к данной услуге, и он будет просто, а и на вас будет работать 170 человек, включая вашего одного штатного юриста. То же самое медицинские тарифы можно подобрать индивидуально для себя, для семьи, для родителей. Замечательно, все на маркетплейсе, можно зайти, посмотреть, почитать наполнение, посмотреть, подобрать для себя индивидуальные, необходимые, с пониманием того, что именно этим вы будете пользоваться. Наша система Теледоктор-24, тоже можно подобрать для себя определенные, да, в зависимости от платежеспособности, да, наша носимая система контроля здоровья, то есть можно подобрать для себя индивидуально. Финансовый советник, то же самое, вот, консультации, обратите внимание, там, возврат налогового вычета, ну, грубо говоря, там, 400 рублей. Кто занимается сбором документов, походами в налоговую, ну, наверное, я думаю, оценить. Вы, не выходя из дома, можете получить свои 13% с любого, скажем так, дохода, ну, не с любого, а с полагаемого вам дохода. То есть у нас есть сайт налоги, а наш партнер, позвонив туда, вы можете получить все необходимые рекомендации, что и как, и, соответственно, какие документы вам собрать, они подскажут. И все, просто сидеть на диване и ждать, главное, на карточку упадут средства. Работа о здоровье тоже 5000 в год, и, собственно говоря, можно 24 часа в сутки звонить и спрашивать о здоровье своих домашних животных. Это наши тарифы, есть персональные тарифы, тоже они с определенной наполняемостью. То есть это все, если есть, допустим, ну, партнеры, знаю, не буду останавливаться, не буду рассказывать, если есть гости на, скажем так, на вебинаре, то обратитесь к своему человеку, который вас пригласил, и вам, соответственно, расскажут, да, что за тарифы, как их приобрести, как, ну, знаете, это модно сейчас звучит, как оформить подписку. Вот, будет у вас подписка на тариф, это все вам расскажет человек, который вас пригласил. Медицинские наши тарифы, то же самое, можно зайти, посмотреть, выбрать для себя определенный тариф, а это все тоже может вам рассказать человек, который вас пригласил на вебинар. У партнеров, у действующих партнеров есть замечательное наше приложение ЕЛС, у них есть такая возможность, вот, опять же, касаемо для гостей, это сегодня подарок. Обратитесь к человеку, который вас пригласил, и он вам подарит подарочный сертификат с одной безоплатной консультацией, есть на выбор медицинской, есть на юридической, то есть вы можете, я называю это тест-драйв, знаете, как придя в автосалон, вы сели, прокатились, здесь вы тоже, зайдя в мобильное приложение, вы можете получить одну безоплатную консультацию, то есть нажав кнопку телефона, озвучив свой вопрос, вы можете получить алгоритм действия или решить, опять, все-таки решить тот вопрос, на который вы уже, в принципе, махнули рукой. Поэтому обратитесь к человеку, который вас пригласил, пусть он вам этот сертификат, установит сначала это приложение ЕЛС и покажет, как активировать данный подарочный сертификат. Ну и то, с чего мы начали, собственно говоря, определитесь для себя, либо вы стоите на том же перроне, а мы едем дальше, либо вы запрыгиваете с нами в уходящий поезд, и мы двигаемся вместе, вам это интересно, вы готовы в этом разбираться. Опять же, обратитесь к человеку, который вас пригласил на эфир, и, соответственно, он вам покажет, расскажет, в каком направлении, с кем, за кем, идти, куда идет компания, какие сейчас компании, тренды, на чем основана, то есть миссия компании, все, абсолютно все вам расскажет человек, который вас пригласил на эфир. Ну, а я, соответственно, я, ну, а я, соответственно, заканчиваю свой спич. Большое вам, огромное вам спасибо за терпение, что вы выслушали меня, что вы достигли до конца, и, соответственно, те, кто досидел до конца, я понимаю, что большинство, наверное, иногородние, но я не могу вас не пригласить, да, если я этого не сделаю, я себе, наверное, это не прощу. Я приглашаю вас на наше мероприятие, которое, да, иммерсивное бизнес-шоу, которое будет проходить в городе Сургуте 16-17 сентября. Это уникальнейшее мероприятие, приехав на которое, вы поймете, для чего вам эта компания, что она вам может дать, готовы вы ли идти за ней, да, готовы ли вы быть, тоже модное такое слово, да, готовы ли вы стать последователем миссии Сергея Сергеевича Беквинева, да, и рассказывать, делиться, что вы партнер такой замечательной компании в своем окружении, я буду рад видеть всех и каждого, приезжайте, еще раз повторюсь, 16-17 сентября, есть ссылочка на наш сайт, созданный специально по мероприятию, обратитесь к человеку, который пригласил вас на эфир, либо напишите партнерам, которые находятся в городе Сургуте, можете написать мне, я являюсь одним из организаторов данного мероприятия, я вам пришлю лендинг, да, ссылку на сайт, вы можете это все замечательно посмотреть, и если вас это все заинтересует, там же на этом лендинге вы можете приобрести билет, я буду рад видеть вас, приезжайте, как это, а, из Сибири с любовью, вот, на этой позитивной ноте, я еще раз благодарю, что за ваше терпение, то, что досидели до конца, за то, что выслушали меня, хороших к вам выходных, будьте здоровы, и, конечно же, улыбайтесь. Виктор, спасибо, было очень интересно. Благодарю, всего наилучшего. Благодарю. Благодарю.